Непроличную жизнь, да? За Рафаэля пойдете? Обязательно. За Рафаэля кто это? Здравствуй! Страна, это большой тест-драйв. И всем нищим, голодающим, всем тем людям, у которых не хватает денег, как у Рустама Ивановича, например, на батон хорошей колбасы. Всем нуждающимся. Я сказал, всем нуждающимся. Всем нуждающимся. Вот дебил, поэтому у тебя и нет денег на колбасы. Короче, посвящается сегодня тест. Это тест для всех, для вас. Берем в руки свои карандаши и начинаем. Ауди Р8. И внимание, об занавеску руки не вытирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, ребятки, действительно, руки на одеяло. Успели. У меня, кстати, в детстве было верблюжье одеяло. На нем все было видно. Нет, в моем детстве были карты с голыми женщинами и мужчинами. Я думал, карлики. А в вашем детстве, ребята, Ауди Р8 второго поколения. Парни, как человек эстетствующий, вот у Рустама Ивановича, как вы видите, как он одевается, у него дальтонизм развит. А я, как человек эстетствующий, конечно, в первую очередь прикайфовал от цвета этого автомобиля. От этой матовой заводской стоковой краски, да. Потому что, ну, до этой тачки, в принципе, такой колор не позволял себе ни один автопроизводитель. Ауди, спасибо тебе большое за этот цвет стоковой. Да, за нашу матовую старость. Да. Вот, что касается в целом вида этого автомобиля, ребята. Мать его, суперкар на тесте большого тест-драйва. Руки на одеяло, твари. Короче, ребята. Можете перемотать и еще раз посмотреть, если не успели, клип, который снял Дмитрий Альников для вас. Да, 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 снял. Короче говоря, ну, ребята, мы не ожидали от этого автомобиля никаких подвохов. Мы знали, на что шли, и наши руки крепко вцеплялись в прекрасный кожаный спортивный R-руль от компании Audi. Потому что расслабленным и, так сказать, мечтающим, понимаешь ли, за рулем этого автомобиля быть невозможно. Да, кстати говоря, двигателю этого автомобиля, как вы понимаете, ну, если вы видели этот автомобиль не только на фотографиях, в глянцевых автомобильных журналах, находятся прямо за спинками двух прекрасных кожаных сидений. 610 лошадиных сил. У нас версия V10, R8. Меня удивила главное, брат. Двигатель сзади, но в отличие от японского GTR, жопа не потеет. В этом плане, конечно же, Audi в полной мере можно назвать по-настоящему суперкаром и сравнивать с лучшими представителями семейства автомобилей Porsche, Ferrari. Брат, а может, хватит трясти руками, как на МТВ, а? Если у вас не хватает денег на новый Lamborghini Huracan, не хватает каких-нибудь 10-15%, пожалуйста, соплатформенник Audi R8 на 10% дешевле, чем тот же самый Lamborghini Huracan. На сколько? На 10% дешевле. На 10% дешевле. На 10%. На 10%. Чувак, хватит трясти руками, как будто ты в МТВ. Все, поехали дальше. Руки в карман. Парни, ну тачка нарисована, это уже второе поколение, первое поколение в 2006 году было представлено безупречно. Но как можно нарисовать суперкар, когда инженеры поставили перед вами задачу? Вот, пожалуйста, 4 колеса, двигатель, полноприводная, внимание, полноприводная трансмиссия, правильно, 610 лошадиных сил, 560 ньютонов в крутящий момент. Как вы так ставите ноги? Такое ощущение, что вы потрахали суперкар. Алюминиевый кузов. Да, но самое главное... Карбоновые вставки. Парни, вы помните, да, что у первого поколения вот эта большая вставка длиной от порога... Нелепая, нелепая. Не, не то чтобы нелепая, она как бы была условной, да. И, наконец, парни поработали, и тачка приобрела, ну, я бы так сказал, более преемственные черты с Audi TT, да, скажем так, с младшим братом, чем было до этого. До этого R8 выделялся из всей линейки автомобиля, а сейчас они, благодаря, кстати, оптике и передней, и задней, и, так сказать, какими-то отдельными линиями в выштамповке кузова приблизили этот автомобиль ко всей остальной линейке. Короче, парни, как может выглядеть самолет четырехколесный? Вот именно так, потому что тачка эта с этим двигателем ускоряется до сотни за 3,2 секунды, а до 200 километров в час всего за 9 секунд. Да? Ты хочешь ускориться? До 200? Нет, не хочу. До 200 ускорься. Ребят, ну, а мне кажется, на самом деле тачка вот во втором поколении стала выглядеть более брутально, да, более, ну, не знаю, осмысленна, осмысленна. А что значит осмысленна? Ну, правильно. Вот то они вот пытались вломиться вот в нишу этих суперавтомобилей, а здесь они уже понимают. А здесь вломились, да? А вломились, да, у нас есть супертачка. И сейчас обратка пойдет. И мы вам расскажем о том, как эта тачка стоит на дороге. Давайте, откройте капот, как вы всегда говорите. Капот, ну, точнее сказать... Капот у нас сзади здесь, правильно? Как у супертачки капот сзади. Вот. То есть эта тачка, как бы, не хочется употреблять слово заднеприводная, что ли, потому что она полноприводная. Но капот сзади. Ну, что, включил? Понятно. Ключ, пожалуйста. Ключ, пожалуйста. Это умный автомобиль. Не тот ключ. Вот, держи. Опа. Хоп. Я окончил курсы жонглеров-имитаторов. Поэтому мастерски могу подкидывать ключ. Ну, открывайте. Алло. Затянувшаяся пауза неловкая. Дело в том, что у нас только один человек умеет открывать капот. Это Сеня. Но у него сейчас в руках фотоаппарат, поэтому он не может помочь Рустаму с этой нехитрой задачей. Может мне пойти разбираться? Да нет, он потерял ключ и требует приложить его к зоне, помеченной рукой. Потерял ключ и требует приложить его к помеченной эксплуатации. Потерял ключ. Теперь узнать, где зона. Где зона, чуваки? Ну, давай. Ну, вот ищу я. Где может быть? Это лишнее доказательство того, что лазить своими грязными ручонками вот туда, под прозрачный стеклянный капот этого автомобиля нет никакого смысла. Кстати, ребята, лишние детали... Что за херня? Подожди, убери. Блин, чуть палец не прищемил. Это уже не смешно. А если прищемил сейчас, меня сейчас в травмопункт бы повезли. Короче говоря, абсолютно лишняя деталь в этом автомобиле – это подогрев заднего стекла нитями. Потому что мотор греется настолько быстро и мощно, что, в принципе, этой функцией вы никогда не будете пользоваться в этой тачке. Ну и, в принципе, ездить зимой, мне кажется, тоже. Да, Иваныч? Извините, пожалуйста. О, выключай. Выключили. Ключ. Ключ. Папаше. Очень сложная техника. Ну что, ребят, единственный мотор, с которым эта тачка поставляется на наш рынок – нетурбированный атмосферный мотор V10 с отключаемыми цилиндрами. Как нетурбированный? Нетурбированный. Видите? FSI. То есть? Ну, нетурбированный атмосферный мотор. Ты веришь печатному слову, мальчик? Да, ну, может быть, кто-то... Отклеил. Отклеил эту букву T-FSI. Ну, привычные для нас моторы, которые устанавливаются. Вот эта распорка. Зачем она? Ну, для того, чтобы держать... Кого? Вот этот карбоново-алюминиевый кузов. Марку держать. Держать марку. Ребят, вообще нет никаких претензий к этому мотору. Семиступенчатая трансмиссия у нас здесь... Ну, вам до скольки удалось разогнать потребление? Потребление до 40. Я сумел сбросить до 13, даже 12,8. А я до 40. Но средний расход, который заявляет производитель, находится в районе 12,5 литра. А почему мы с вами работаем вот в разных диапазонах? Не знаю, Сергей Валерьевич. Вы как-то шлете. Ну, я с юга, вы с севера, поэтому так и получается. Ну что, есть какие-то нарекания у вас к этому мотору? Нет, к мотору никаких нареканий нет. В машине настолько страшно ездить, что к отдельным узлам вопросов нет. Вообще нет. Теперь самое интересное. Откройте с ключа. С ключа. Потому что капот у этого автомобиля, который является багажником, багажник, который находится под капотом, вот этот прекрасный алюминиевый капот. Это для барсетки, пи***рки. Ну, вы помните, как выглядит багажник, который находится под капотом того же 911? Надо запикать. Тут главное... Вы уже влезали в Порше. Мне после этого прислали счет на химическую уборку, очистку багажника. После моих ног. Да, вы залезали в Порше. Грибок. Согласен. Ну, к нам прижмись. Ну, нет, невозможно. В Порше больше багажник. Как больше? Больше, потому что у меня там попа как-то она... Да ты просто жрать начал лучше. Да. Смотри, как отъелся рожа, а? Смотри, а щекастый. Колбасу не хватает, вы в начале этого выпуска говорили. Да потому что все на стейки уходит. Ну и, я уж не знаю, в нашей комплектации лазерный фар, да, судя вот по этим... Лазерный, конечно, лазерный синего цвета. Ну, посмотрите, как выглядят лазерные фары и посмотрите, как круто выглядят 11 миллионов рублей. Как 11? И как непрезентабельно выглядит ваша двушка где-нибудь в спальном районе Москвы, которая стоит ровно столько же, сколько новый Audi R8. Правильно? Да. Ну, как может выглядеть двушка? Ну, я вам скажу так, ребята, есть единственное преимущество у двушки перед этой машиной. Здесь очень трудно заняться даже рукоблудием. Согласен. Находясь за рулем. Но, давайте, перед тем, как мы познакомимся с салоном этого автомобиля, потому что к форме претензий вообще нет никаких, правильно? К цвету одни, можно сказать, одни благодарности. Правда, ребята, идеальный с точки зрения, наверное, дизайна автомобиля. Узнаваемый, преемственный, улучшенный. Ну, все, посмотрите, как открывается. Кстати, обратите внимание, что, например, у той же машины ТТ, вот, так сказать, простор для улучшения закончился фактически. А здесь еще только все начинается. Вот, видите, спрятана ручка открывания двери вот здесь, вот за эту. Ну, посмотри, посмотрите, насколько далеко можно зайти. За этот козырек. Нет, можно зайти в идеи, да, и дизайне реализации вот этих выштампованных деталей. Брат, они просто хотели сделать охлаждение для мотора. Думаешь? Ну, закрой, вот, смотри. А им нужно было воздухозаборник сделать. Естественно, они решение... Круто они сделали. Да. Но, помимо всего прочего, Сеня, тут, к сожалению, не откидывается сиденье, но можно показать, что, кроме багажника, ну, не знаю, на сколько он там литров. На литров, литров 200. Да нет, да вы что, какие 200? Ну, хорошо, 150. Ну, там максимум 6 баклажек с пивом двухлитровых поместится. Ну, я говорю, 150. Вот, здесь можно разместить, посмотри, вот здесь еще есть такая штука. Такая штука, не надо ничего размещать. Да нет, ну как вы что, здесь же типа, если вы играете в гольф. Ну. Вот можно, видите, вот такой вот... Мешок. Такая сетка. Да, можно туда клюшки от гольфа бросить. И п***ть этими клюшками. Да, да, да. Ну, или спрятать эту, как его... Херню. Херню, как ее, деревянную. Деревянную, брат, яс. Бейсбольную биту. Ну, все, давайте мы попробуем вас познакомить. Хотя, на самом деле, ну... Нет, знакомиться придется снаружи. Снаружи, но и самое главное, да. И самое главное, что интерьер, конечно, претерпел очень серьезные изменения. Ну, давайте. Все, давайте. Куда? Туда. Хорошо. А, и подожди, подожди, подожди. Ребята, ну вы посмотрите, какие керамические, прекрасные тормозные диски. Как диски керамические? Диски керамические. Я ездил на горшке? На каком горшке? Керамика? А 20 поршней. 20? Кстати говоря, нареканий нет не только к тому, как эта тачка разгоняется, но самое главное, она транслирует реальное ощущение безопасности. Потому что это первый суперкар на нашем тесте. Даже к тому же Ламборгини Хуракан не было такого доверия. Ну, вспомни, да? Нет, доверие было, но оно было на трассе. Нет, и самое главное, там было постоянно... Там не было доверия, потому что рядом сидел инструктор и смотрел, сколько ты... Нет, подожди, нет, и было очень много страха в руках. Потому что руки и задница были постоянно потными, мокрыми. А это как с женщиной. Да, ребят, вот в этой тачке на самом деле ощущение безопасности полное. И благодаря вот этим на самом деле, ну, очень массивным и серьезным тормозам и тормозным дискам... Но все равно нужна башка, брат. С одними тормозами не спрашиваешься. И кватро, не забывайте, кватро, кватро, кватро. Брат, и главная проблема – посадка в автомобиль. Ну? Потому что с моим больным целлюлитом я с трудом сюда сажусь. Попробуй, покажи, покажи, как он всегда сядет. Сергей Стилавин и Ауди Р8. Не, ну, садиться очень непросто, потому что надо встать на колено. Сергей оседлает сейчас 610 кобыл. Сел. Да, да, да. Что надо сказать об этом автомобиле? Конечно, с эстетической точки зрения, эта машина совершенно, да. И для меня лично вот главный пример тонкости работы, да. Дизайнера. И дизайнера, и изготовителя. Технолога. Да, те, кто заливали формы, отрабатывали все эти детали. Технологии. Да, мы давайте даже вот включимся, да, чтобы у нас здесь появились, так сказать, огни. Еще, еще. Да, мы имеем, ребята, дело с настоящим искусством, правильно? Да. Достаточно массовым, потому что эти же, собственно говоря, рычаги управления климат-контролем мы наблюдаем и в Ауди А3, и в Ауди А1, правильно? Ну, в общем, в массовых сериях, но вот это решение. Да, вынести это из, грубо говоря, чрева торпеду, да, и оставить, сохранить воздух для того, чтобы вы могли положить какие-то аксессу... Смартфонный. Чуть не услышал смазку. Смартфонный. Да, да, да. Вот они все-таки пошли на этот шаг и не прогадали, да? Значит, в предыдущем, в первом поколении здесь находился, ну, достаточно архаичный экран мультимедийной системы. Теперь, поскольку у нас полностью отцифрованная панель приборов, да, то та же самая камера заднего вида у нас появляется здесь, вместо тахометра. Ну, ты помнишь, да, все то же самое, что и в ТТ мы наблюдали, да? То есть максимальное избавление внутри салона, да, от каких-то дополнительных мониторов. Все очень просто. Очень и очень просто. Ну, как просто, зато очень тонко в деталях, правильно? Да. То есть человек, который садится сюда первый раз, он, конечно, понимает, что деталей много. Ну, я от себя добавлю, что, конечно, понятно, что работая с дизайном рычага переключения автоматической коробки, нужно было сделать что-то свое, что-то как бы оригинальное, да? И по-прежнему кнопка паркинга, мне кажется, все-таки на... В самом неудобном месте находится. Ну, не на самом логичном, не на самом удобном месте. С другой стороны, эта тачка не для паркинга, это тачка для просторов, да? И лишний раз надо, ребята, вспомнить, что у нас все-таки ограничение 80 км в час. До 80 за какое время машина разгоняется? До 80, но до 100 она за 3,2 разгоняется. То есть за 3. Ну, да. За 2,5, за 3. Ну, грубо говоря, вот это ваше все время, когда вы кайфуете. Все остальное время вы просто... Раз и два и... И все. Все. И на этом кайф заканчивается. Значит, при этом, да, ребяточки, значит, что у нас имеется? В этом автомобиле, к сожалению, как раз нет лимитера. Он здесь не установлен. Он просто не нужен. Ну, нужен только большой кошелек, которым вы будете оплачивать штрафы за превышение скорости. Значит, кнопка старт-стоп на руле. Это значит, у вас суперкар. Ну, давайте так, гашетка. Да, суперкар. Дальше, из кнопок. У вас есть управление выхлопом. Кстати, отдельная система, она установлена под задним бампером, да, механическая, когда у вас резонаторы специальные вскрываются. Добавляет басов в то, как звучит ваш автомобиль. Да, да, да. Есть, значит, выбор манеры вождения, комфортная или динамичная. Для двигателя, трансмиссии и подвески. Кстати говоря, мы особенно это четко заметим на лежачем полицейском. Полицейском очень большой относительно суперкаров ход подвески. Да, ребята, вот насколько можно представить, вот насколько он большим может быть, вот настолько этот ход даже не только, он длинный просто, вот такое ощущение, что вот эти амортизаторы и сами стойки, да, вот они вот, ну, не знаю, 10, но учитывая высоту лежачего полицейского. Значит, ребятки, несмотря на то, что машина-то очень компактная, да, снаружи, у нее широкая морда, но она очень компактная, низкая, и все это сделано для того, чтобы она была максимально устойчивой, да, на дороге, здесь достаточно просторно внутри. Для двух человек. Да, вы можете совершенно спокойно держать ваши руки, условно говоря, на подлокотнике в двери и на центральном, но у вас, но во время движения вам не придет в голову это делать, потому что вот единственная ваша поза в этой машине. Держаться за руль. Да, надо держаться, сука, за руль, потому что иначе, иначе, так сказать, что-то пойдет не так. Даже несмотря на полный привод Quattro, который реализован в этом автомобиле, что делает вашу поездку, может быть, с точки зрения вас, ну, там, пассажира или водителя, безопасной, ну, эту самую поездку, безопасной. Вы сказали вас? Не, вас, либо вы на пассажирском сидели, либо за рулем, ну, вот, вам кажется, что будет безопасная поездка, но парни ни хрена подобного. В общем, постоянный контроль за тем, что вы делаете, как вы делаете, за, я не знаю, там, за дорогой и, самое главное, за вашей правой ногой. Если у вас перекачанная правая нога, не покупайте Audi A8. Еще что надо сказать, в этом автомобиле, честно говоря, не хочется слушать музыку. Она здесь есть, она приличная, по-моему, Бенген-Доловсом, да, здесь стоит? Да, да. Вот, но в этой машине хочется кайфовать от езды, от внимания, которое приковано к вам, и от, так сказать, от собственного внимания, которое вы обращаете на, так сказать, прежде всего, спидометр, да. И, что интересно, поскольку в Audi всегда очень хорошо работают со звуком, да, вот в положении, так сказать, закрытого, так сказать, выключенных всех усилителей и звукодвигателя, да, вы находитесь в очень комфортном автомобиле. Фактически, вы взрываете воздух, когда вы включаете двигатель на холодную, да, у вас пугаете квартал, пугаете, да, люди просыпаются. Во все остальное время, когда вы идете, грубо говоря, в строю, на работу, хотя я не представляю себе человека, который бы ездил на этой машине на работу. Ну, почему же? Ну, почему же? Я же сегодня приехал на работу на этом автомобиле. Ну, вас я не представляю. Хорошо. Вы не человек, просто не человек. Спасибо. Вот, но это автомобиль, это автомобиль, который просто едет в потоке, да, но как только вам нужно ускориться, кстати говоря, даже не переключая режим особого, так сказать, звучания, В принципе, машина дает понять и вам, и окружающим, что имеете дело вы все и ты сам с тачкой супер заряженный, да, машина, которая действительно по-настоящему может на дороге все. Ребят, ну и давайте, ну, в качестве эксперимента, да, машина немножко остыла все-таки уже, да, заведемся. Послушайте просто то, как звучит двигатель этого автомобиля. Прекрасный двигатель, прекрасного автомобиля. И в нашей иерархии, да, вы помните, сначала для нас лучшим Audi стал автомобиль RS7. Да. После этого мы протестировали красный RS6 Avant, да, ну, имеется в виду универсал. Да. И мы назвали его лучшим среди Audi. Но, ребят, если вот отбросить на самом деле все предрассудки наши, личные, персональные, и вам это сделать, то лучшим Audi, конечно, на текущий момент является именно эта тачка. Ну, вот теперь все и понятно. А как это вы так записали? А вот так вот. Вот так вот. Потому что вот на этой платформе, как ни странно, видите, построен итальянский суперкар, да, который там дороже, там, на 10-15%. Но, в общем... Но говорить о том, что итальянский суперкар дороже на 10% это смешно. Нет, ну, просто вершина пирамиды этой Audi, это вот Audi R8 получается. Вот лично для меня. Это понятно. Ну, потому что S8, который побывает совсем скоро на нашем тесте, вообще, А8, ну, это совсем другой автомобиль. Вот, здесь все гены Audi, правда. Именно поэтому эта тачка и выиграла, я так понимаю, в прошлом году, там, все эти гонки на Нюрнбурн-Кринге. Ну, что говорить? Давайте заведемся. Заведемся. И послушаем. Вообще, на самом деле, я Сереге сегодня предлагал, давай мы просто весь тест будем молчать. Вот просто молчать. Точно предлагали? Предлагал. Будет играть классическая музыка. Вот давайте мы сейчас так и сделаем. Давайте классическая немецкая музыка. Классическая немецкая музыка. Какого вы знаете? Modern Talking, да, короче? Нет. Да не Modern Talking. Ёлки-палки. Ёлки-палки. И будут красивые кадры этого автомобиля и звук. Все, больше ничего не нужно. Давайте запишем звук. Идите и запишите на свой динамик. На мой динамик? Да, на ваш динамик. Давай. Иди. Давай, вылазь отсюда. Ну что, послушаем. А вот это, ребята, называется перст указующий. При помощи этого перста я буду заводить этого зверя. Закрываем уши. Давай, Сережа. Ну, как видите, чудес не происходит. Я меняю конфигурацию выхлопа. Ну-ка, меняю его. Меняю. Газку, газку. Да, минуточку. Нажми на педаль газа. Вот. Теперь я буду еще и плохо слышать. Фу, навоняли. Вы какой бензин заливали? 76-й чувствую, да? Короче, нам надо проехаться, парни. Едем. Едем. Ну, закрывайся. У нищих слуг нет. Поехали. Да, Рустам Иванович, дожили мы до автомобиля. До R8. Да. Да, счастье-то на нас свалилось какое на два дня. Спасибо большое пресс-офису компании Audi. Нет, не на два дня. 48 часов. Да, парни. Похоже на кино, на какое-то. Мы уж и не думали, что... Такое возможно. Возможно. И появится вообще... Ну, на самом деле, я бы использовал оправдание, фразу для нашей безопасности. Согласен. Потому что, если бы мы расслабились, получили бы, так сказать... Удовольствие. Да, да, да. То кто знает, как оно бы обернулось. А так... Вы понимаете, да, что с пробуксовками автомобиль полноприводный, полноприводный. Ну, понятное дело, у нас летняя совсем резина. Совсем летняя. Совсем летняя. Совсем летняя. И мокрый асфальт здесь уже. Я не понимаю, как нас хочет снимать Альников, если честно. Потому что, ну, просто у него нет возможности нас снимать в движении. Ну, потому что... Потому что движение это в автомобиле... Нет, движение это мы. А все остальное это статика, фарфи, декорация. Вы видели, как у вас ввалились щеки внутрь черепа? Да, это был пипец, чувак. Это был реальный пипец. Это было круто. Да. Если мы с вами говорим о том, что, когда вы едете на хорошей заряженной BMW, да, вы, соответственно, испытываете себя, как будто они все застыли, да, и вы ездите мимо. То здесь это вообще декорация. А не мультфильм. Да. Да. Просто декорация. Верить в реальность остальных участников движения в этой тачке невозможно. А приходится... Очень элегантно работают все электронные помощники, которые есть в этом автомобиле. Вообще, на самом деле, за что надо поблагодарить конструкторов, инженеров, значит, дизайнеров. Очень все гармонично, ребят. Вот все гармонично. Вот суперкар, а комфорт здесь, да, ну, который вы найдете в любом автомобиле Ауди, да, с другой стороны, вроде бы абсолютный комфорт, но... Совершенно серьезный автомобиль. И вот эти 610 сил, это не просто три цифры на, значит, техпаспорте этого автомобиля, да, на свидетельстве о регистрации. 611. Это не просто цифры. Мать вот, ты чувствуешь каждой клеткой своего организма. Тебе приходится вот перекрикивать, просто потому что тебе страшно, и хочется говорить громко, тем более, когда Сергей за рулем. Но, к сожалению, не повезло нам ни с погодой, ни с возможностью протестировать этот автомобиль на треке. Ну, как и во все те наши тесты, когда у нас была возможность покататься за рулем хороших заряженных автомобилей, главное разочарование это то, что город не предназначен для движения в этом автомобиле. Вы что, хотите сейчас Сергею Семеновичу сказать о том, что город не предназначен? Нет, этот город нет. Нет, потому что хороший город с хорошими дорогами, с хорошим режимом скоростным движениям. Ну, нет, ну, правда, ребят, ну, плачет по этому автомобилю, конечно же, немецкий автобан, идеальный. Обратите внимание на то, как отрабатывает подвеска, очень комфортно. Magnetic Ride, соответственно, здесь та же самая система используется. Ну, и все, и ты уехал, и все, бьешься затылком. Да нет, ну, это даже не аттракцион уже, это уже даже не аттракцион. Это жизнь. Да. Давайте левее перестроимся, левее, левее, левее надо. Я вижу. В принципе, перестраиваться можно из любой точки, из любой точки, потому что вас пропускать будут все. Ну, все, ну, надо помигать, сказать спасибо. Да, помигать. У вас эта тоже кнопка есть? Есть. Вы знаете, есть один минус у этого автомобиля. Да, какой, один с миллионом. А я вам скажу, нет, ну, это не, это нас уже не удивишь. На самом деле не минус. Нет, после, да я бы сказал. Не, после Duster за миллион нас ничем не удивить. Нет, и после этого, как его? Кого? Белин. Беленкин, Беленкин. Нет, Беленкин, там нет цены. А я имел в виду, этот. Бентайга. Бентайги, да, там уже не удивишь. Тут, кстати, две эти штуки можно вместо Бентайги взять. Не, можно взять и R8, и взять Porsche Cayenne. Нет, знаете, что, какая история? Ребят, вот, вот. Какая история? Парадокс, можно сказать, суперкара. Парадокс заключается в том, что в этом автомобиле, во-первых, не нужно ходить в спортклуб. Да. Потому что ты худеешь от нервов, а не от физической нагрузки. Ну, и самое главное, что в глазах женщин, которые видят тебя в этом автомобиле, ты им представляешься настоящим мачем. А во-вторых, тебе не хочется трахать женщин после поездки на этом автомобиле. Потому что ты... Что за прикол, Сережа? А кого тебе хочется трахать? Я имел в виду, вообще трахать кого-то не хочется. Потому что такое ощущение, что ты уже трахнул. Кого-то. Ну, оно причем на физическом уровне присутствует в организме, да? Ну, в отличие, в общем, на самом деле, если мы говорим, с чем, наверное, этот автомобиль сравнивать? Ну, наверное, все-таки ближе к Порше, да? Ну, если мы говорим про какие-то настройки, про... Тих-тих-тих-тих-тих-тих, да что ж ты? Да, хорош ты. Во-первых, у Димы дорогие ноги. Это были... Мы оплачиваем ему ноги новые? Нет. И опять побежит по дорожке Нам придется продать этот автомобиль Для этого придется украсть его Интересно, насколько угоняем мы Эта тачка В общем, любой маневр Эта тачка позволяет Закончить на дороге Вот я и говорю, что Закончить вместе с тобой закончить То есть, серьезно После этого автомобиля Уже вот эти все трепыхания банальные Вы как под одеялом делаете, на одеяле Нет, я никак А, вы с одеялом Вот это все уже лишнее какое-то Вот это настоящий спорт Но где найти вот такую звериную бабу Звериную бабу А это вот, представляете, немецкая Здоровая, мощная С одним погоном Четыре кольца у нее Четыре кольца, один погон Я понял На самом деле, конечно, немцы молодцы Это садом и назахизм В садом наставить Вот, ребят В сауне Нет, если вот В садом и назахизм в сауне Вот если вы не могли себе представить Что такое садизм и мазохизм Вот это в одном лице Во-первых, садизм Потому что вас эта тачка постоянно подгоняет Правильно? И провоцирует И мазохизм, она поддается тебе Да, да Она поддается Можно, можно, можно справиться Мне, кстати, вот я бы сконцентрировал еще наше внимание Эстетически на этом цвете прекрасном Шикарный цвет, шикарный Даже этот такой темный цвет Ну все, вот посмотрите На самом деле Темный цвет морской волны Да, обращает внимание на автомобиль вообще И стар, и млад И бабушка, и дедушка И мальчик, и девочка И молодой человек И не очень молодой И собачка, и кошечка И бактерия, и микроб Все Да, как будто бы вы голые на улицу вышли из дома Нет, не голые Все на вас смотрят Не голые Как будто у вас есть все Но вместо, так сказать, вашей скромной пипирки У вас торчит Метровый Да, вот такой вот Обвивает вас вокруг шеи Чтобы вы не простудились Вы закидываете его себе за это Да Но мы стараемся вам красиво показать этот автомобиль в движении Именно поэтому сегодня мы изменили классический маршрут большого тест-драйва В Агрохадынского поля Вот, смотрите, наслаждайтесь Попробуем показать ускорение на самой Ленинградке уже Насколько нам позволит поток Ох, как крутит Ох, как крутит и вертит, а Обычно крутит, я говорю, когда у меня расстройство желудка Согласен Сейчас у меня будет мотивы расстройства желудка, Сергей На самом деле, единственное желание, которое вас посещает в этом автомобиле Блядь, поскорее выйти, отдать ключи от этого автомобиля Забыть все, как страшный сон и не вспоминать Или как прекрасный Потому что после прекрасного сна тоже страшно просыпаться с теми людьми, которые реально есть в жизни Слушайте, ну я скажу, что на трассе, на загородной За мной увязался заряженный Ford ST Так Я скажу так, что когда я, в принципе, ехал спокойно Он догонял этот автомобиль Но, конечно, по ускорению, по тому, как машина принимает, да, с любой скорости С нуля, со ста, с двухсот километров в час В принципе, конечно, бодаться с ней бесполезно И в этом такая вот сермяжная правда нашего народа Который видит Audi R8 Он понимает, что бодаться с ней бесполезно Но будет бодаться Он все равно, блин, продолжает это делать Потому что ему хочется посоревноваться, да Это, конечно... Ну, и я уверен, что эта тачка ведет себя на треке Абсолютно так, как должен вести себя суперкар настоящий Потому что была у нас возможность, Серега Пересмотрите, кстати говоря, этот тест Lamborghini Huracan Понимаем, на самом деле, что за настройки могут быть Как эта тачка может впиваться в дорогу Как она может стоять, проходить повороты Ну, очень круто Ну, пожалуйста, вам идеальный суперкар для города Для трека, да Если у вас есть лишние 11 миллионов рублей Нет, 11 миллионов рублей и где-нибудь миллион на штрафы Да, и миллион на штрафы, согласен Кстати, вышло сообщение, что хотят наконец-то штрафы За нарушение правил дорожного движения Пустить на реконструкцию дорог Чьих? Наших, русских Русских Вопрос в другом у меня А куда сейчас идут деньги эти? Ребят, если вы знаете Напишите в комментариях к этому видео Куда идут? Да, куда Где бабки? Правильно? Да Да Ведь тогда можно будет провести целую национальную кампанию Да, мой рубль Нет, например, нарушай, и мы построим дороги Да, нарушаем все Да, нарушаем А кто больше нарушает, тому орден за заслуги перед отечеством второй степени Почетный этот Донор дорог Донор дорог Почетный дорожный строитель ПДП, почетный донор дорог Да Сейчас попробуем и дадим возможность, во-первых, оторваться нашему техническому автомобилю Ну, что-то оторваться, мне кажется, мы не дадим ему Ну, вот, собственно говоря И все Один, одно короткое нажатие на педаль газа, и вы уже на 79 км в час Дальше начинается спонсорская поездка А мы, ребят, правила дорожного движения не нарушаем И советуем вам не нарушать Нет, ну практически не нарушаем Нет, не нарушаем Не нарушаем Так, 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 правее, нам надо быстрее перестроиться Подрезать Сейчас проедем, проедем Проедем, проедем Девочки, первокурсницы? Да Здрасте, поздравляю вас с первокурсом Маша, спасибо Как зовут? Маша Маша, а тебя как зовут? Здравствуйте, девочки У нас в кадре первокурсницы А кто из вас Маша? Вот Вы Маша, а вы? Лера Лера Девчонки, сколько же вам лет-то? 18 17, я еще маленькая Не дружи с ней, ей уже можно бухать, а тебе нет Девчонки, у родителей есть машина? Конечно Какая? Ну-ка, дай микрофон Давайте вот так Ставься Ну, что ж ты Так, там еще Это ваши девочки? Да, да А что это? Они большие какие-то Они курят? Нет Не курят? Они здоровы просто А вы, девчонки, курите? Нет Отлично Девчонки, да какие у вас у родителей тачки? Ну, говори Неплохие Марка? Папа джип, а мама тойота А у тебя? Тойота Тойота Ну, узнаете, что это такое? Ауди Ауди? Сколько, думаете, стоит такая штука? А, миллион долларов В рубля? Не-не-не, в рублях Давай, переводите 30 миллионов рублей 30 миллионов рублей Твоя версия? Ну, в принципе, 10 миллионов 15 15, хорошо Девчонки, ну а вот если вечером чувак симпатичный там или не очень останавливается рядом с вами Вы прыгнете в такую тачку? Нет Почему? Зачем? Мы же его не знаем Он знакомый Ну, а он увезет тебя в новую счастливую жизнь А мне и в моей неплохо живется старый Ну, скажи, пожалуйста, а что за чуваки могут быть за рулем у такой тачки? Возраст какой примерно? Нормальный? 80-летний Папина сырки Да, вот Ну, вам нравятся такие папины сырки? Мы обожаем таких Правда? Вообще, мой типаж Ну, а что они вот женщины делают? Расскажи Забирают их к себе И не впускают больше И кормят Ты кормишь? Омарами Ты ела хоть раз омар? Нет Не разу? На такой тачке никто не подъезжает Вот я и не ела Слушай, скажи, а что в стране вообще происходит? Кризис, походу Вот по тачке сразу и на стране кризис Пупсик, ну скажи Омары это на что похоже? Господи, что за вы просто ездили? На сосиски с сыром похоже Слушай, а какую книжку ты последнюю прочитала? Сейчас читаю Заводной апельсин Нравится вот эта порнуха тебе? Да, очень Точно? Я смотрю, ты испорченная девочка Есть парень у тебя? Парень есть у приличной? Нет, пусть я Парень есть? У кого есть парень? Маша, Маша, ведь у тебя город Давай, расскажи Как жизнь-то вообще с парнем? Скажи, жизнь с парнем и без парня Что лучше? Наверное, без Без парня лучше Парень без тебя лучше Как его зовут? Арсен Арсен Извини Извини, да Все, девчонки, пока Все, пока До свидания Большой тест-драй Здорово, иди сюда Что за партки-то у тебя бабье? Давай, давай, давай Вставай в центр Давай, чтобы у тебя видели Тебя как зовут? Егор Нет, неправильно Арсен, говори Не, не Арсен Егорыч, ты мажор? Ну Тебя ненавидят старухи на Почте России и другие? Ну нет, нет Таких нет У тебя какая тачка в семье? У меня в семье Беха и Х5 А еще? А у мамы? У мамы? У мамы нет В пешком ходе? Да Что думаешь про эту тачку, брат? Сколько стоит сейчас? В рублях В рублях В рублях Пятнашка и выше Что за люди? Ну Что за люди? На этих машинах Состоятельные Ничего не скажешь Ну а чем он может заниматься? Просто вор или сука еще к тому же? Да нет Я думаю, что все-таки это честные люди Честные люди Хорошо, молодец Правильно Хорошие Брат, ну а если бы скажи Вот вечером идешь, например, по Тверской Останавливается такая тачка И там Женщина Нет И там парень говорит Садись Нет Правда? Почему? Ну зачем, свою купим Свою купим? Да Ну ладно Молодец Давай, брат Спасибо Все, удачи Как называются вот эти портки бабли? Леггинсы? Да они не бабли Да ладно Так, еще вот, Жень Слушай, слушайте Сезон Сезон на Ленинградке Девочки Девчонки, идемте к нам Идемте к нам На секундочку Один вопрос Вы что? А в автомобиле А в автомобиле Только про тачки Идите сюда Ну идите сюда Пойдем Давайте Пойдем все вместе Мой молодой человек смотрит в ваш канал Отлично Как его зовут? Его зовут Павел Павел? Наконец-то А то все Арсен да Арсен Девчонки А сколько Павлу лет? 25 А тебе? 20 Тебе 20? А я думал 19,5 Нет Я уже третяпочная У Павла есть машина? Да Какая? Джета Фольксваген Джета Фольксваген Наш человек Можно сказать коммерс Скажи, девочка моя Ты узнаешь, что это за машина? Ну это Ауди А какой? ТТ нет Ну да, ТТ, но чуть побольше Сколько она стоит примерно в мультах? Присоединяемся Присоединяемся, девчонки Сколько стоит? Сколько? Ваша версия? Не знаю, может быть миллиона 4 Миллиона 4, так Миллиона 6 Я тоже думаю, что 6 6, 5 Ну на самом деле 11 Ну ладно, это не важно Девчонки, что за люди ездят в этой машине? И готовы ли вот сегодня современные женщины Вступить в тот же день в половую связь с человеком на такой машине? Господи, нет Нет, нет, нет И ты нет Какие хорошие девочки Стася 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 Тоже нет Вы слышали? Вы слышали? А Пэри, расскажи, с Пашей, вот вы когда познакомились? Год назад Год назад Ну мы друг друга давно знали А потом познакомились Знакомство ты называешь как раз вот это дело, да? Нет, о чем вы говорите, нет Ну и как? Как ты? Сейчас, минуточку Сейчас пойдем Куда тебе идти-то, господи Хорошие вопросы задавай Задавай хорошие вопросы Тебе говорят Да? Кто говорит? Стася говорит? Нет А кто? Вот ты говоришь хорошие вопросы А что для тебя хороший вопрос? Не про личную жизнь Культурный? Не про личную жизнь За Рафаэля пойдете? А Рафаэля кто это? Ты что? Выставка в музее пускается А в музее? А кто? Я думал это певец Рафаэль Девчонки, ну а чем живете-то? Увлечения есть какие-то? Учимся третий курс А потом? Серьезную учебу Вечером Еще учебу, учебу У нас очень много учебы Паша тебя как-то балует? Конечно Как? Вот как он в последний раз ее баловал? И вам вот было вот прям тяжело от этого? Да Как он баловал? Нет, я за нее только рада Ну как, вот ты поняла, что она счастлива Вот что он для нее? Девчонки, а у вас есть парни? У всех? Она Стася Ты посмотри Стейси Ну все, отпускаем девчонок Все, девчонки, спасибо большое На третьем курсе Девчонки, идите сюда Идите сюда быстренько Только сигарету брось Сигарету выброси Не, наоборот, идите сигарету Пойдем Пойдем Как тебя зовут, Пурция? Пойдем Ну пойдем, пойдем, пойдем Как тебя зовут? Алена Аленушка, ты с какого Пурса? Ну ладно, нагруппница с этими девчонками Это третий, да? Третий курс, да Можно я подержу твою папиросу? Класс Какая она розовая Империал сигареты какие-то Собрание Душа моя Душа моя, у тебя есть права? Нет А у семьи есть машина? Да Какая в семье? Вольво XC90 и SX4 Suzuki Новая, что ли, 90? Нет Предыдущая Предыдущая Я смотрю, ты честная девушка Скажи, пожалуйста, сколько вот, как думаешь, стоит вот это Ауди? Ну, Ксения, отойди немножко Отойди, отойди Вот, видишь, вот она, тачка Сколько, думаешь, стоит? В мультах? Не знаю, миллионов 10 Правильно Вот видишь Хорошо учишься на третьем курсе А вот эти девочки Вот эти, Стаси Вот эти все Они как, вот скажи, распущенные? Нет Нормальные? У нас хорошая студентка А, хорошая А вот как узнать распущенную? Мы очень хотим с распущенной поговорить Вон там стоит Ну, как зовут ее? Диана Диана? Да Диана Вот она в черном? Да, в черном Говорят, ты распущенная Диана, иди сюда Иди к нам, иди сюда А про тебя сказали, что ты распущенная Ну, есть такое А как выражается вот то, что распущенная? Волосы распускаю Ну, а вообще, вот в личной жизни, в интимной? Никак вообще Неосмотрительно? Очень А осмотрительно? Неосмотрительно, а вечно попадаются мудаки А как узнать мудака? Мудака, давай, совет девчонкам Давай, давай, развернуто Три признака мудака, давай Как понятно, что это мудак? Мне должна Алена помочь, она больше разбирается Что, медосмотр? Алена мне должна больше помочь Аленушка, давайте вместе соберем признаки мудака Значит, первый признак мудака Вот что он делает, что он мудила? Не пишет в ответ Или пишет такие лаконичные ответы Типа ок, постоянно А, то есть меньше букв в ответ, чем сам получает Так, дальше, первое, второе Второе, еще мудак Алена, давай второе, помогай мне Давай, мудачество Время опаздывает Опаздывает И третье Не заботится вообще А как бы ты хотел бы, чтобы он заботился о женщине? Вот забота, это когда как? Забота, это когда вы лежите вместе под теплым плесиком Нет, еще до До секса Лежите и смотрите какой-нибудь фильм Король Лев, например, 97-го года Пиратский Ну да Смотрели парадский Смотрите фильм Это мультфильм, да? И ничего, и все Вот она Забота, романтика А, это и есть забота Ребята, лежать до секса Ну отлично Ну все, девчонки Все Ну все, короче Осталось, брат Ты владелец Ауди Два слова, давай Как тебя зовут? Погоди, брат У тебя тужурка, как будто ты за в складом какой-то Не, я не за в складом Я реально водитель Ауди Ну-ка Блин, тачка прикольная вот эта Смотри, ключ-то изменился, да? Видишь? Угу Изменился ключ У тебя лдовый Люди такие Люди такие Поменять могут Короче У меня Ауди ест На 500 километров Литр масла Не берите эту тему Она стоит мультов 6-7, наверное Брат, 11 11? Вообще круто Ну, я бы взял ее Только потому, что там Ребята крутые И ее рекламируют Да, я этих ребят еще на маяке слушал Мы не рекламируем, чувак Иди отсюда Слушай Во-первых, рекламируют Во-вторых, свое время на маяке То есть вообще уже нет маяка И этих ребят Иди отсюда, все Ну все, пока Как тебя зовут? Никита меня зовут Никитушка, давай Счастливо, брат Ауди не берите вообще никогда Взбиваешь нам рекламу Так, ну что Осталось подвести Краткий итог Правильно, итоги Значит, друзья мои Давайте скажем сегодня честно Ауди 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 Это флагман Спортивного автомобилестроения Правильно? Да Флагман Имеется в виду Ну вот в этом концерне в большом Да Да, это по-другому Сказала прекрасная женщина Правильно Правильно? Слушай, писать надо развернуто Как минимум 140 знаков Правильно? Да, с запятыми Правильно? Учите русский язык Все, пока Как сделал это уроженец Песков Рустам Махинов Все Подписываемся Ставим лайки Давай, давай, давай Вот это хай Большой Дэнс Драйв У тебя подушка отключена Если что Ну, почему? Так что ты руками, если что, держись Хорошо? Не, ну реально Вот посмотри, да? Да Блин, ну пиздец просто Посмотри, да? А там Магнетик Рай Такие же тормоза Как американцы ставят Ну, с этой всей хуйней С раствором, блять Которые, ну, реагируют Да, там Это, ток проходит И он их делает Жестче Либо мягче Не, ну очень круто Я тебе считаю Обычно запроезжаете Блять Вот так вот все Да, я понимаю тебя Синя, включил звук? Да, включил Да? Он все это время записывал